Девушки отдыхают Добрый вечер Я не очень суеверный человек Но надеюсь, что сегодня звезды Сойдутся на небесах так Чтобы я встретил свою единственную и неповторимую А в этом мне помогут мои верные друзья Яна И друг детства Артем Леонид 26 лет Возлюбленная предпочла ему женатого А когда он стал богатым и популярным Хотела вернуться, но он не смог ее простить Леонид музыкант Композитор, продюсер и диджей Занимает верхние строчки в мировых чартах Мечтает стать как Пол Ван Дайк Собирает коллекционные модели автомобилей Предупреждает, что он сова И спит поперек кровати Леониду не нравятся худые девушки С накачанными губами Ему нужна хозяйка в доме Которая умеет правильно преподнести себя В любой компании И согласится жить с ним за городом Здравствуйте Мы вам рады Добрый вечер, взаимно Здравствуйте Что скажешь о Леониде? Я думаю, что это любимый розин-жених И женщина всегда может на вас рассчитывать Как на кормильца своей семьи Другое дело, что жениться заинтересован не очень И я думаю, что большое количество женщин Которые рядом с вами появлялись И появляться еще будут Некоторые препятствия к браку К отношениям относятся как к дружбе Ну такая дружба плюс секс Скажем так А вот хозяйственные качества Ее уважны уже меньше гораздо Ну и верностью Какое счастье Для девушек Для девушек, да А позвольте мне согласиться Позволяем Нет, я к хозяйственным качествам Отношусь с большим трепетом Поскольку люблю чистоту в доме Чтобы когда пришел голодный муж с работы Ну молодой человек И было, что на столе И желательно приготовлено своими руками А не пельмени из супермаркета приготовленные Теоретически это правильно Но для вас это, поверьте, не главное Я думаю, что просто В силу того, что вы встречались С большим количеством разных девушек Никогда не попадалась той самой Которая бы хорошо вам готовила Или хорошо вела это самое хозяйство Поэтому вам сейчас кажется Что это самоцель Но для вас это не самое главное Точно Ну, может быть, вам виднее Я же люблю готовить супчики Ну да А еще ты блинчики круто готовишь Точно Права, да, Василиса, что это любимый тип твой? Не, ну то, что мужчины состоятельные, конечно, любимые А не только мой Я думаю, что нет ни одной нормальной женщины Молодой в том числе В нашей стране Которая бы отказалась Или за бедного, больного Вышла бы замуж А вообще, Леонид, вы мне нравитесь Спасибо, вы мне тоже Да, в прессе вас называют Таким любиобильным диджеем А то все меня вот говорят Что вот я не про любовь Не про любовь, все про деньги А в прессе все про любовь Да Более того, даже та же самая пресса Вместе с журналистами Уже устали вообще запоминать имена ваших девушек В конце концов Вы у нас мировая звезда Имеете право на свои причуды Ну, близка тебе ее музыка Ну, конечно Танцевальная, молодежная Не знаю, кто, конечно, такой Пол Ван Дайк Наверное, это круто Раз вы хотите быть В общем-то, даже перерасти его О, хороший жених А тебе вообще знаком стиль Транс, техно? Вот то, что у Пол Ван Дайк Ну, тогда Постельность, любимый стиль, я так думаю Да, да, да Тогда Все понятно Жду вас на своих концертах Леонид Да Ну, все-таки ведь До того, как вы стали Человеком зажиточным У вас была девушка Которая предпочла вас другому Мне кажется, вы Очень как-то Акцентируетесь на Зажиточности И, может быть, даже Преувеличиваете Мою зажиточность Да, ну, когда вы были Простым парнем Так я Я в душе Простой парень И остался Не, не, я про девушку Я сейчас не про вас Вот у вас была же любовь Ну, кого не было Ну, так а почему У вас с ней не случилось? Знаете, это было Очень такое Сильное чувство С моей стороны И как раз там был Комплекс Различных Качеств Во мне Вернее, комплекс Различных чувств Я себя чувствовал Недостаточно Развитым В финансовом плане Недостаточно Состоятельным А я ведь про это самое Говорю Но это заодно Ведь, знаете, мы же живем Все социуми А в нашем социуме Существует определенное Правило игры Которое индивиду Так или иначе подчиняется И, может быть, я Был подчинен тем же Правилам игры Может быть, я сам того И не желал Скажите, а сейчас нет опасения Что девчонки будут В основном Виснуть на шею к вам Потому что вы знаменитые И очень небедные Не боитесь? Есть опасения Ну, вот он себе этот имидж навесил Что простой парень А на самом деле нет На самом деле Ну, он Викторе прикрывается Да, однозначно Яночка, а вы подруга Давнишняя или новенькая? Да нет, нет Мы давно уже знаем Друг друга Ну, больше пяти лет А не знакомили его Со своими подружками одинокими? Нет Почему? Жалко? Нет, не жалко Мне кажется, он еще Ну, вот Совсем не готов К серьезным отношениям Спасибо большое Что вы это говорите А что тогда он здесь делает Если ему не нужны Серьезные отношения? Ну, в 26 лет Не надо много ума иметь Чтобы сказать Что в 26 лет Еще не готов и рано Пусть погуляет А тренироваться Когда он должен? Тут дело не в уме А тут дело в том Что есть люди С самого разного типа Дело в том Что у нашего героя Не было до сих пор Ни одних длительных Серьезных отношений Как я понимаю Ну, либо он про это умалчивает Это действительно похоже На такую бесконечную тренировку Имеет право Но тогда вопрос Что делает в программе Давай поженимся А вы знаете Я вот надеюсь Что быть может С помощью вашей программы Длительная тренировка Закончится И перерастет в луна Серьезно Длительная Увидеть мы должны Что Жениться Это круто вообще Что К женатому человеку Уважения больше Если вы по карьерной Лестнице Собираетесь дальше двигать Собственно говоря Вроде такой парень Такой клубный А вроде бы он Хочется искренности Какой-то Мне кажется Он просто не заботится Особо Вот о своем имидже И о своей подаче Леонид А вот мне хотелось бы Про ту девушку узнать Которая была не свободна Вот как вы сидели Однажды с ней В ресторанчике Вашу машину эвакуировали Ну, вы знаете Да, это была такая На тот момент Это казалось Очень круто Сейчас, когда Глядываешься назад Конечно, смотришь На вещи по-другому Иначе это быть не может Да Я, будучи студентом Музыка была для меня Тогда хобби И денег никаких Не приносило Я взял машину У сестры Поскольку у меня Машины тогда Своей не было И какие-то денежки Которые у меня были Пригласил ее По-моему, в театр Я не знаю По каким причинам Состоялся поход в театр Или нет То ли там я пьесу День с пьесой перепутал Не помню В общем, оказались Мы на Ленинском В ресторанчике И когда я вышел Увидел, что машины-то Моей уже нет И ко мне начали подбегать Таксисты Давай помогу Давай довезу В общем, стало понятно Что ее эвакуировали Она предложила свою помощь Как раз в тот вечер Прилетали ее родители Из отпуска В общем, я заодно И с родителями Сразу познакомился И весь вечер Она ездила со мной Помогала мне Мою машину Возволять из плена Гаишников А ныне теперь полиции А в конце вечера Я как галантный молодой человек Подарил два букета Рос Один для нее А другой для ее мамы Ведь она же отпустила дочь Ночь со мной Вот так А, ну заодно я еще услышу Что у нее есть молодой человек И у меня нет шансов И, наверное, это было и то Что сдернул, знаете, пусковой крючок Потому что заело, видимо Чувство самолюбия А не захотелось по-мужски Поговорить с тем-то парнем Нет, такого желания не возникало Что я ему скажу Ой, я все-таки материально Хочу все-таки повыяснять Я знаю, что ваш трек В 2006 году Стал самым Самым Самопродаваемым У меня были и после 2006 года Самопродаваемые Очень хорошо А сколько же это денежек-то Ну, в тысячах долларов Коммерческая информация Я думаю, вопрос Знаете, на хлеб машины Квартиру хватает Спросите, сколько Роза зарабатывает Нет Он у нас интеллигентный Молодой человек Спросите Сколько же зарабатываете 300 долларов Не может быть Всем бы такую зарплату Вы просто Миллионер Я не миллионер Я альтруиз Я горю на работе Значит, вы богаты души Мне денег не надо Вот так вот все и выяснишь Говорят, горю на работе Я думала, просто солярий неудачно Нет Леонид Так все-таки За какой девушкой пришли Опишите Знаете, скажу так У меня нет конкретного идеала Который я бы вам сейчас написал И если бы я был бы художником Вряд ли бы его изобразил Поскольку людям свойственно Рисовать какие-то картины Тогда какую не хотите Это легче Какую не хочу Не хочу Чтобы она была Из тусовки Хочу, чтобы Не была знакома С нашим шоу-бизнесом Не была пристрастна К ночной жизни И была Была очкова Вам не светит Да И относилась к тому Что я делаю Если меня нет Понад чем дома Не к тому, что я где-то гуляю А что я занят работой Две творческие личности Это уже слишком в союзе Но это тоже девушке Надо решиться Быть творческим человеком Потому что ей будет тяжело Конечно, нужно Будет все равно Как-то подстраиваться Ну а если ты сама Такая творческая Талантливая То будет сложно Я диджеев знаю Сама она радиоведущая Потрясающе Да, вот тут немножечко Как говорится Я еще к своим Трехстам долларам Ну еще немножечко Там подзарабатываю Еще триста Пятьдесят восемь долларов Просто я знаю Стиль жизни диджеев Вы значит Днем спите Ночью работаете Как правило Не говори Более того Постоянно вся голова У вас забита одной музыкой Более того Знай диджеев Разного возраста В сорок лет Кости под тинейджеров Соответственно А что вы хотите Девчонки у вас Постоянно Вынуждены Моложе С каждым годом Как говорится Поэтому какая невеста Нужна Которая выдержит Этот стиль жизни Будет понимать Вашу музыку Соответственно Должна быть молодая Чем моложе Тем лучше Так, а я требую Слово Требую слово Пожалуйста Можно мне слово Ну Роза Прям вообще в восторге Я в первый раз С ее вижу Когда она так Прям Влюбленно смотрит Леонид у нас Не просто диджей Он с большой буквы Музыкант И да Это наверное Все таки Немножко Разница есть Да Я вам хотел сказать Вот Я очень боюсь Слово диджей Да Я диджей Я выступаю Как диджей Но я пришел В этот мир Как музыкант Я с 10 лет Занимаюсь музыкой И я автор Огромного количества Требую А я тоже В музыкальной школе Училась Малыш А ты на чем играла? На фортепиано Позори еще Подруга еще Так С Женькой Ты тут им поможешь Именно поэтому Да Может быть Люди Которые занимаются Чисто диджейством Возможно Они ведут Образ жизни Который вы сказали Да Но у меня есть Дневная студийная работа Которая Значит вы вообще не спите Я сплю Я сплю Я придерживаюсь Более-менее Нормального графика Я выбиваюсь Из него Когда улетаю На гастроли Это раз Во-вторых Я практически Не существую Так называемой Тусовки Я редко хожу На мероприятия Если я хожу На мероприятия То я Только по работе То я знаю Зачем мне туда идти Ну Какие-то Внутренние Внутренние течения Для жены Время будет Для семьи Время будет Да Детей планируете? Ну я хочу детей Я вообще У меня хороший пример Перед глазами У меня хорошая семья У меня мама и папа Прожили больше Братья и сестры Больше 30 лет вместе У меня старшая сестра Которая замужем И кстати Я вот этого не стесняюсь До 20 с лишним лет Я жил с сестрой В одной комнате Потому что не было Финансовой возможности Вот она спит А я в наушниках Пишу свои песни И когда эти песни Уже стали популярны Известны Тогда у меня появилась Возможность Отселиться Но все что Все самые успешные песни Были написаны Как раз в крохотной комнате Какой вы молодец Что вы не обросли Вот этой Неправильной шерстью Когда уже Вы просто не понимаете Вообще Как можно Жить в этом мире Хорошо что вы стоите Ногами на земле Значит девчонки Которые придут За вас бороться Самые разные Они вам будут Понятны все Тем более у вас Старшая сестра Тем более росла у вас На глазах Формировалась Значит научились Или вас научили Уважать девчонок Понимать их Понимать Подружки Они приходили С подружками Общались Поэтому я думаю Подружки приходили По ночам По телефону Ой ну что же Мне с ним делать Ну ты попробуй так А нет все таки Не получится Я говорю Боже вы меня уже умотали И когда девушки С вами встречаются Я говорю Пожалуйста отключите Свою вот эту вот Фигню девчачью Потому что я уже Послушал В течение 20 лет На соседней кровати Мой дорогой Все вы мне Нравитесь Вы абсолютно Вменяемый Поэтому будем Искать для вас Девчонку Которая Вас осчастливит Вот и все А все остальное У вас есть Труднейший После рекламы Невесты Попытаются Проявить свое Искусство Обольщения Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай по женимся У нас в гостях Леонид Идите встречайте Первую невесту Удачи Привет Очень приятно познакомиться Рада буду общению Как ты знаешь Меня зовут Леонид А тебя? Катя Очень приятно Взаимно Спасибо Проходите Он сказал Чтобы никаких Накачаных губ Здесь как с губами Постоят Не накачанных Не накачанных Жаль Однако Давайте на вас посмотрим Екатерина 24 года Певица Журналисты окрестили ее Молодой Жанной Фриске Занимается современными танцами Играет на фортепиано И рисует Мечтает сняться в кино И получить Грэмми Когда Екатерина Стала появляться На обложках глянцевых журналов И на экране телевизора Ее первый мужчина Вспомнил о ней И сделал предложение Выбрала карьеру Надеется создать С Леонидом Творческий тандем Что скажешь? Влюбчивая Умеет страстно любить Влюбляется Правда не часто Выгорает Мужчине способны Душевно отдаваться Очень сильно Но нужно вовремя Уходить со сцены В вашем случае Большая часть жизни Наверное самое интересное Пройдет все-таки В семейном очаге Можно так сказать В кругу семьи Но пока еще Поводов нет Поскольку мужа нет Еще можно на сцене Блистать Спасибо невестам Ну уж не знаю Конечно Как Жанна Фриске Но в семь лет Завоевала Собственно говоря Титул Мини Миссис Крыма Наверное Миссис Миссис Это замужная Мини мисс А мини мисс Крыма Это больше конечно На Бритни Спирс Похоже Да Вот главное Чтобы вы на лосо Не побрелись Да нет Я не собираюсь А так Почему Тем более То что это Я бы отдала Должное своей маме Потому что Действительно Моя мама Помогла мне Вырастить такие волосы И я никогда Их коротко Не обрезала И горжусь этим Ладно Мы нарощенные На ситуацию Да нет Свои свои А еще чем гордитесь У меня творческая Очень семья Несмотря на то Что мой папа летчик Мама психолог По образованию Мама очень прекрасно поет А папа играет на фортепиано И я постоянно С восторженными глазами Смотрела на них И мне это безумно нравилось И родители С самого детства Заметили наверное Это во мне И начали развивать Это что касается Конкурсов красоты Это что касается Творческих талантов Это занятия музыкой Занятия танцами Занятия в музыкальной школе Конкретно По классу фортепиано Я пока Сходства никакого С фриски не вижу у вас А вас это радует или Я радую что вы не видите Честное слово Ну знаешь Это такой типовой стандарт Для современного шоу-бизнеса Она Удивительно Как появилась Так и исчезла Наверное за этим она Сюда и пришла Ну да Лишний раз Посветиться на экране Я думаю что у вас И были Какие-то романы И конечно же Мужским вниманием Вы не обделены А вот почему Вы не задержались Ни с кем надолго И почему вы не замужем Может быть вы сознательно Не хотите Мы сейчас выясним Я например Не вижу пока Никакой Не то что трагедии А даже Грусти по поводу До того что вы не замужем Правильно 24 года Зачем Были же романы И яркие были И что там не складывалось Конечно были романы Что касается Того времени Когда я была еще на Украине До момента приезда в Москву Был у меня серьезный Даже не роман Я бы сказала Серьезное отношение С молодым человеком Он у меня был Старше всего лишь на два года Мы познакомились в университете Учились в одном Но скажем Мы немножко были разные И со временем мы это поняли Потому что он занимался Больше финансовыми делами У него родители тоже были Из финансовой сферы Я как человек творческий Я постоянно гастролировала По всей Украине У нас не находилось времени Чтобы быть вместе Делять друг другу внимание Потому что он тоже С утра до вечера Он находился на работе Вот И как-то со временем Не знаю Это в принципе первые Мои серьезные отношения были И как-то чувства Угасли потихоньку Ну смотрите Катя А не боитесь Что у Леонида тоже Вот такой график Потому что у него и ночная работа И записи на студии И гастроли Можно я взял У меня позиция на сей счет такая Тандем двух людей творческих Это очень трудная штука Поскольку рано или поздно Появится какая-то внутренняя конкуренция Кто-то должен будет уступить Это будет болезненный процесс А вот то, что ваш молодой человек Не выдержал такого вашего графика Скорее свидетельствует о том Что он был еще недостаточно зрелый Как мужчина Потому что он должен был понимать Что вы же не ерундой занимаетесь А вы занимаетесь тем Что вам интересно Прямо по первой реакции Мне кажется видно Что это вообще не тот вариант Но он искал как раз На тусовке девочку Она прямо конкретный представитель Тусовки Причем такая-то Пустоватая девочка на самом деле Ту жизнь, которую вы должны вести Она требует серьезных финансовых вложений Это я вот прям поберу Как говорится Одевая, что есть Вы прекрасно выглядите Спасибо, спасибо Нет, интересует Что вы делаете в Москве Как вы приехали И вот такая красивая Это шикарная Откуда? Это вот те мужчины помогают Или вы прямо сами Начну с того, что Украина богата Красивыми девушками Женщие чары могут сыграть свою роль Она красивая Она больше хочет впечатления За счет своей внешности Как раз произвести на него Я в Москве начинала, честно С самого малого Ела крабовые палочки и яйца То есть мне больше не за что было купить что-то А сколько лет в Москве уже? Два года Родители Всего два года? Да Снимаете что-то, да? Я снимаю квартиру С подругами? Нет, сейчас сама живу Вы на самом деле хотите замуж? Я не скажу, что на данный момент Я готова к замужеству Потому что у меня сейчас творческое развитие Я только начала Только первый шаг в карьере Да, я к этому очень стремилась Получается? Как вы считаете? Но при этом, как любой девушке Мне хочется ласки Мне хочется заботы Мне хочется, чтобы рядом был человек Которым бы я доверяла Который бы меня поддерживал А вы считаете, что Леонид Сможет вам стать вот такой опорой? Вот, кстати, насчет того Что говорил Леонид Я немножко там не соглашусь С одним мнением В плане того, что Союз творческих людей Это плохо Наоборот, почему я Ищу, наверное, человека творческого Потому что Обычный человек Занимающийся Ну вот повседневной работой Да, это офис Или, ну что-то с этим связано Он, наверное, может плохо Он не понимает Творческих людей Плохо Нет, она просто со временем Это поймет Потому что Работа – это работа А жизнь – жизнь Они придут к тому Что будет какое-то соперничество И в конце концов Ты на работе устаешь Тебе нужно переключаться дома А ты приходишь У тебя дома опять Та же самая работа А если Ваши вкусы В той же музыке Не будут совпадать? Ну, конечно Если люди совпадают И проблема в том Что именно люди творческие И их разделяет Именно творчество Вас может разделить Например, другой стиль музыки Вашего избранника Вот в том-то и дело Что мы абсолютно Разными вещами занимаемся Вы как музыкант Да, Леонид? Я как певица То же самое Это абсолютно Как бы Это что-то общее Но при этом Это абсолютно разные занятия То есть Здесь только поддержка Мне кажется Хорошо Если вы поймете Что есть лучше вас Девочки Которые поют Круче Двигаются И в общем 24 года Это Ну не 16 лет Когда начинают Певческую карьеру Найдете в себе силы Уйти со сцены И заняться Только допустим Семьей Вот посвятить себя Леониду Такому прекрасному Рожать ему детей Встречать его И богат На самом деле Я сейчас даже не думаю О том Что я понимаю Что есть кто-то Кто делает это лучше Но сейчас Я только начала Только первая ступень И я хочу роста А вы Сюрприз приготовили Леонида связан Вот как-то Да, естественно Это связан А может быть мы посмотрим И потом порассуждаем Давайте Спасибо 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 Под музыку Леонида Рудыр Мы потанцуем А под это Давайте не будем Я вообще не знаю Как она может Это петь Жизнь слова Придумал И в каком состоянии Спасибо 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 Девчонки Проходите в комнату Прекрасно Ты великолепно Умничка Вот смотрите Красивая девчонка 24 года Мне кажется Надо выходить замуж За здорового Красивого Клевого парня Рожать красивым Дедом И заниматься Ну я понимаю Что там наверное Все таки проблема В каких-то амбициях мамы Чтобы с 7 лет Наверное Она была прелестным Детем И вырастить Вот такую красавицу И куда вот Но девушка действительно Очень красивая Естественно Есть амбиции определенные Да Представляете Вот она будет ходить По комнате И вот что-то такое Напевать Репетирует У Леонид пока влюблен Пока у него гормон Будет зашкаливать Ну будет наверное Как-то улыбаться Ему будет это все мило А через полгода Он ее убьет Намотает красивый волос И просто убьет ее Потому что же невозможно Что плохого В песне Люли Или в другой песне Они же наверное Не знают вообще Не касались моего творчества Ты не понимаешь Катюш Ты просто красавица У тебя У тебя не только Мужчина Женщина Смотрит В себя Хочет Ты понимаешь Обсуждают Именно как человека Какое творчество Нет Это уже какие-то личные Не переступит она Свои амбиции Сейчас она делает Первые шаги В своей карьере Мне кажется Пусть поупреждается Заводится она Сама от себя Поэтому как-то Не знаю Не станет она Хорошей женой Такой верной Которой будет То что надо Леониду Станет Она станет 24 года Но не сейчас Я с этого начинала И этим закончу Ей нужно вовремя Уйти со сцены Я сказала с самого начала Потому что ее счастье В семейном кругу Будет действительно очень большим Но нужно ориентироваться на мужчину Поэтому может быть Она на сцену и взобралась Чтобы с высоты сцены Посмотреть Кто там снизу А вам-то как А то мы здесь все говорим Говорим Вы бы могли представить С собой вот такую красавицу Леониду Ну ты-то Ты-то куда смотришь Послушаешь Девушка На данный момент Она Увлечена Развитием Собственной карьеры И я нахожусь В таком же периоде Чтобы отношения были полноценными Кто-то должен чем-то пожертвовать И это буду явно не я Спасибо, Роза Ну вам-то пиариться уже Смысла нет никакого Потому что человек Вы уже Как говорят Своё место И наследили А ей-то да Но мне-то не хотелось Чтобы женщина была Ну если я была бы мужчина Да, вот на вашем месте Любила бы меня только за то Чтобы меня продвигать куда-то Мне действительно нужен человек Который будет меня поддерживать Понимать И находиться рядом со мной В разных ситуациях И я думаю придёт время И я думаю Я своего будущего мужа Счастливлю точно Вот Бог ей дал такой талант Вот быть такой красивой Проблема в том Что мама не туда направила Потому что быть красивой И умной по-женски А я считаю, что она уже молодая женщина В 24 года Это сложнее Боюсь, что годы потеряют Вот так вот сейчас посоперничать Ну да, посравнивают Софрийский Там ещё с кем-то А что потом? Поэтому было бы здорово Представляете, вот если вот такая красавица А работала бы, например, в государстве Или ещё где-то У неё было бы шанс Инспектор налоговой службы Ты понимаешь? Например И в форме Например Или врачом Или учителем музыкальной школы Или учителем физкультуры В детском доме Понимаете? Было бы больше шансов Потому что встретила на улице Спросила, чем ты занимаешься Она говорит Я волонтёр Ничем не занимаюсь Только помогая бедным Вот, поэтому Екатерина тяжёлый Будет путь к мужу А сидеть дома И сразу 24 года Сейчас ради детей И полностью посвятить себя семье Мне хочется Немножко позже этого Через несколько минут Вы станете свидетелем Нового знакомства Давай поженимся Теперь вашим мобильным Набирайте 0736 Роза и Василиса Дадут вам совет В любое время Оставайтесь с нами В эфире Давай поженимся У нас в гостях Леонид Идите встречайте Вторую невесту Удачи Добрый вечер Добрый вечер Леонид Меня зовут Елена Надеюсь, что я стану Вашей музой Взаимно Очень надеюсь Садитесь Занимайтесь Спасибо Приятно Девочка Что тут Она волнуется Всё-таки Ну и хорошо Что лишнее волнение Оно Совсем не под Давайте Давайте посмотрим Елена 25 лет Помощник Руководителя В строительной Компании По образованию Юрист Изучает английский Язык И ходит на выставки Предупреждает Что очень обидчиво Мечтает Перевезти родителей В Москву Елена Влюбилась В женатого мужчину У которого Было двое детей Но её постоянно Мучили Угрызения совести И она ушла Признаётся Что она поклонится Леонида И надеется На взаимные чувства Очень приятно Смотри Как это было Золотой бас Никогда не осядет дома Всегда будет работать И карьера будет Интересовать Елену всегда Но только не музыкальная карьера В отличие от нашей первой невесты Уже хорошо Такие девушки Поначалу При первом общении Всегда очень застенчивы Скромны Но внутри сидит Чёртик Вы способны На лихие Прометчивые поступки Вот я думаю Достанется супругу От этого или нет Но Леонид у нас Человек свободный Свободный во взглядах Достаточно свободный Мне как раз кажется Что ему даже понравится Эта черта в избраннице Такая спонтанная Тебе невеста Как оцени Ну что, Леночка Способность Что впереди Ну правда Была такая у вас интересная история Приехали в Москву В первый же день Познакомились с мужчиной Да? Ну там не совсем В первый день Ну расскажите В один из первых дней На самом деле Вообще В Москву я попала Очень сумбурно Я поехала в отпуск И не взяла обратный билет Сказали Буквально первый день В Москве Сумки И даже покушать Тебе негде Переночевать Нет Вопрос был в другом Он мне признался Что он работает юристом Я тоже приехала Изначально Хотела устроиться юристом И попросила Если есть возможность Помоги пожалуйста Он сказал Без проблем Помогу Устрою И Это прямо вот Пока вы ехали с ним Это за первые 4-5 минут Вы Ну это не первые 4-5 минут Мы ехали Мы ехали Постоянно Такие девчонки Красиво Пойдут в каких-то женатых Ну да А мы обменялись контактами И вообще На самом деле Не было никаких задних мыслей Относительно того Что мы когда-то С ним будем встречаться Потому что для меня Это несколько аморально Елена Только сейчас не надо Вы все портите Про аморально Я такая Вы как только увидели Это сидение И узнали Что человек женат Нужно было закрыть рот Отвернуться Заплатить ему деньги За правильность Он бы сказал вежливо Не нужно О чем вы говорите Вы его стали просто клеить Ну нет Не надо Я не стала Ларина Лен Я кокетничаю Лариса Какая разница Да дорогая А вот скажи мне пожалуйста У разлучниц Вот как Лена говорит Совесть Ну я знаю в каком месте Совесть Она вообще есть? Думаю нет И вот вы Зная что он женат У него дети Все равно романчик С ним закрутили Аж на целых 3 месяца Закрутили И что вас не останавливало Потому что в Москве Нужно было Каким-то образом Зацепиться Понимали что он Вам работу может На работу На работу не устроил Сказал Я тебе что спонсор А даже так И после этого расстались А может Слушайте Оль Наверное Ей нужен такой мужчина Который реально Будет ее спонсировать Да Содержать И Обеспечить ей Хотя Не Она не похожа На такую Когда мы уже нашли Самостоятельными Способами Квартиру С Оксаной Нам Требовалась Вешалка Поскольку я тогда еще Не работала Я работала Но я работала Непонятным графиком И непонятно Там у меня и денег Особо не было Нужна была Грубо говоря Вешалка И сказала я Помоги А он сказал Так Давай определимся Я тебе не спонсор И больше с такими Вопросами ко мне Не обращайся А чушь хорошего Ты в нем был Кроме постели На тот момент Постели не было А что же вы там делали В шашки что ли играли В шах Нет Это было на второй день Она попросила его Вешалку Через некоторое время Не на второй день Ну молодец Вы не пропадете Конечно Ни в Москве Ни в Нью-Йорке Ни в Зимбабве Потому что вы все правильно Понимаете Понимаете Кого грузить Каких мужчин С этим не получилось Получиться другим Лен Я просто вам Даю такую Так а вот дайте вешалку Это что Дома вешалка есть Вешалка есть А то у вас лишнее Нет Просто Хотел подарить Да По окончанию программы Так вот Ну и что поставлю Поставил Доход появился Появилась вешалка Вешалка он все таки Не подмутил Ну там Не спонс Была вешалка Но потом дальнейшие Еще и самостоятельные Вешалки были тоже приобретены Вы и сами зарабатываете Сейчас хорошо Или вот Помогают Сейчас эти полгода Для меня очень тяжелые Я не буду лицемерить И скромить Что я там Хоп за полгода Сразу Раскрутилась Это все было в прошлом И у меня был и раньше Стабильный доход Родители мне в этом плане Не помогают А почему не помогают Потому что у меня скромные родители У меня мама учитель Содержит сестру Леночка Папа нам не помогает Давайте лучше про творчество Я знаю что вы увлечены Творчеством Леонида А что именно вам нравится На самом деле я тоже была на концерте В Нижнем Новгороде Вы встали у нас в клубе Я не думаю что вы конечно помните Вы не помните девушку Там было темно Надо слухарь сказать что помню Но работал Да я был занят Но там был Но приятно что вы ко мне пришли Спасибо Сейчас работаете Да работаем Понятно Вот если у вас все сложится с Леонидом Вам и жертвовать То в принципе не придется ничем Правда Да Потому что работа Супщики готовить умеем Работа не очень любимая Можете заниматься только Леонидом Помогать ему На самом деле Безусловно Я могу и помогать Нужно как-то девушку себе подстать Выбирать Ну это не вариант Да простит меня эта девушка Это серая мышка Нет Но при этом эта девушка не находится Скажем так в шоу-бизнесе Образование у вас какое? Юридическое Я год отработала в арбитражном суде Нижегородской области Госслужащий я Ой слушайте Для звезд так нужен адвокат Нужен Нужен Ой Юрист нужен Обязательно Покажите то что вы приготовили для Леонида Давайте я передам Я знаю Леонид Вы увлекаетесь с детства Коллекционированием моделей автомобилей И надеюсь что в дальнейшем Мы продолжим ваше вовлечение совместно Спасибо Такая есть Леонид Такой нету Вот так Молодец Молодец Спасибо девчонки Проходите в свою комнату Оттуда у нас Посмотрите Да Заткнулись Занервничали Слушай Ему машинка понравилась Я прям вижу Он обрадовался Ему машинке понравилась Яна и Артем Как впечатления девушки? Первое впечатление Очень приятное Спасибо Яна Мне тоже она Сначала Мне понравилась она Ну Ее приезд в Москву Не знаю Мне как-то Легкомысленно очень Ну а как приезжают-то люди обычно Я считаю что она уже достаточно взрослая девочка Чтобы соображать Что это чей-то муж Чей-то отец Нельзя этого делать Просто нельзя Как письма чужие читать нельзя Я понимаю что если тебя с головой накрыла любовь Любви прощено все А если ты просто Клеишь мужчину чужого То это неправильно К сожалению бытует такое мнение Что вы увидели Да К сожалению бытует такое мнение Что в Москву кто приезжает идет по трупам Ну и наверное это из того же Леонид Что я думаю Я думаю так Что мне нравится Что она никак не связана с шоу-бизнесом Что у нее есть Человеческая мирская специальность Что она работает в этом направлении Да Конечно моему самолюбию льстит то Что она была у меня на концерте И знает про моего хобби с автомобилями Это конечно очень тонкий ход Большое спасибо Ну как мужчины вам мало надо Как вас легко можно Я же не сказал что я на крючке Я скажу что я заметил Конечно на крючке уже Мне на самом деле кажется что Ему нужно что-то поярче чем я Она красавица Она подходит вам Она соглашалась легко на многое Она из своей комнаты вычислила то чего хотели бы вы И рассказала о том что она может это сделать Хотя в жизни это может оказаться совершенно не так Она более чувствительная чем здесь показалось Более душевный человек Но одновременно более обидчивый Сложная натура Я думаю что эта история с приездом в Москву И знакомством женатого мужчины из Сирии Пройдет не пройдет Сначала совесть не мучила за то что он женат Потом вдруг внезапно начала мучить Когда оказалось что он не спонсор Я думаю что это маленький эксперимент Из которого она не будет делать Большую длительную практику жизни Я бы ее рассматривала Впереди у нас третья невеста И возможно выбор своей судьбы Не пропустите Вы смотрите Давай поженимся И я предлагаю вам Леонид Встретить третью невесту Проходите Пойдем с навстречу третья невеста Здравствуйте Леонид Меня зовут Нелли И мне очень приятно знакомиться с тобой Здравствуйте Взаимопожмем друг другу руки Садимся Мне кажется вообще здесь Вообще гнид тебе равна Ну давайте на вас посмотрим Нелли 20 лет Модель-дизайнер увлекается живописью И латинскими танцами Предупреждает что очень злопамятна Пытается не обращать внимания На чужое мнение Мечтает стать самодостаточной Возлюбленному Нелли показалось Что у нее начала развиваться Звездная болезнь И он начал ставить ей припоны Надеется что Леонид Будет разделять ее интересы Ну расскажи нам про Нелли Какая она Нельзя сказать что Нелли Простая сговорчивая девушка Которая пойдет на любые условия мужчины Она способна быть холодноватой Способна быть закрытой Или наоборот слишком экспрессивной Свои эмоции выбрасывать мужчине в лицо Но у нее есть точно рассудочное начало И я понимаю что вы не из тех 20-летних девушек Которые считают что любовь это самое главное в жизни И они часть жизни И будут за эту любовь умирать Мне кажется что человеку очень правильно В жизни выделять место для всего Вот у Нелли есть такая особенность Мне кажется это неплохо Как тебе невеста Ой прямо вот звездная болезнь Это вообще хуже венерической болезни Надеюсь что Нелли из нее уже излечилась Больше ничего сказать не могу А в чем заключалась то по мнению вашего жениха Ваша звездная болезнь Ну вообще вывод неправильный конечно Никакой звездной болезни у меня никогда не было и нет Нет вы поехали на съемки в Таиланд Вас пригласили в качестве модели Вот возвращайся вы ему позвонили и сказали встретить меня Да конечно он меня встретил И он стал вас обвинять в чем? Нет Что вы прилетели какая-то не такая? Он высказывал какое-то недовольство когда я была там Ну причем это было так не явно Никакие-то претензии Просто он сказал что Ты как-то немножко изменилась Может быть Ну я думаю это все-таки из-за того что мы находились на расстоянии Он не видел какая я Я не знал чем я занимаюсь А чем вы занимались? Модель Я работала У меня были фотосессии Была фотосессия И вот это моя работа А он чем занимался? Он военный Ну конечно где модель и где военный Она флегматичная причем она какая-то такая Потухшая Да у нее нет огня ни в глазах Ни эскорки какой-то живости такой Не в манере говорить Ни в тоне, ни в чем Она как будто и мама кстати да Тоже такая потухшая А вы чем занимаетесь мама? Я дизайнер пастуром Вы надоумели дочку пойти да в этот бизнес? Абсолютно нет Мне просто в молодости предлагалась такая же карьера И я от нее отказалась Вы замужем? Нет Мы разошлись давно Давно? Да давно То есть воспитывая детей у вас кроме Нелли никого нет да? Да у меня одна Нелли Мы достаточно близко и тесно с ней общаемся живем Да мы больше подруги неожели мама с дочкой Вам сколько лет? Мне 40 лет Вы можете проанализировать свои ошибки? И можете предостеречь свою дочь? Я могу конечно сказать и что-то посоветовать Но однозначно она только сама решит Потому что меня очень настораживает Когда приходят две женщины И одна из них является дочерью И они говорят что они подружки Вот у нее подружек может быть миллион Мама одна Поэтому у вас функция как у мамы совершенно другая Поэтому вот про меня это пугает И поверьте мне Ну дочка при вас не может ничего сказать Но и девочки и дочки хотят маму рядом с собой Друга да наверное Но не подружку Вот мне очень не хочется Чтобы Нелли совершила какие-то глупости Какие-то вот такие бытовые ошибки Дурацкие Которые могут ей поломать ее жизнь и ее судьбу Вот вы будьте внимательны Потому что Нелли сейчас в той поре 20 лет Когда вы ей особенно нужны Как вот как мама именно Вы вместе живете? Да Вместе живете Если замуж выйдете Перейдете к мужу естественно да? Ну да это будет трудно Но конечно Почему трудно? Ну как-то я привыкла с мамой Это что же маму потащите в конец? Ну я хочу маму устроить Тоже Вопрос на самом деле сложный Когда люди 20 лет жили вместе И потом вдруг дочь должна вылететь из гнезда И мама остается одна Это правда сложно Мама как гиря будет? Леонид конечно А не пугает юный возраст девочки? Знаете меня юный возраст девочки никак не пугает Но я вам Нет и мама меня тоже очень радует Я вам скажу так Что ввиду своего рода деятельности Я общался с девушками гоу-гоу Для меня эта категория закрыта Я общался с девушками моделями И честно для меня эта категория тоже закрыта Я не буду углубляться В подробности Поскольку все люди очень индивидуальны Я боюсь кого-то деятель обидеть Но По сечению времени я подумал что Ни танцовщица, ни модели мне не подходит Вы имеете право Все значит я обречена на успех выиграть в этом соревновании Как минимум Вы имеете право Я могу общаться Самому себе хотя бы объяснить Что вам не нужна ни девушка гоу-гоу Ни модель Почему нет? Эта среда разъедает И если девушка долго в ней работает Так или иначе то что ее окружает Отражается на ее образе мысли А может она завтра уйдет? Уйдет Вы знаете я как раз не делаю ставку на модельный бизнес Я работаю крайне редко Времени у меня на это нет Так что я хожу на Я ездила по заграницам только для того чтобы попутешествовать Покажите то что вы То что вы приготовили для жениха Я считаю что Любовь и музыка неразрывно связаны между собой А так как я начинающий дизайнер и художник Я нарисовала вам картину О музыке любишь своей интерпретации Да с таким намеком Слушай Таким То что он хотел Сексуальный потенциал Мы передаем Но Роза Моя мама отреагировала точно так же как вы Посчитала эту картину провокационной И возможно на любителя И поэтому чтобы всем угодить Значит я любитель Чтобы всем угодить Я нарисовалась в более простой манере В такой графике Относительно вашей профессии Ну да Нет там ничего Мне нравится Круто-круто Спасибо Нелли Забирайте маму и подружку И скоро узнаете Кого выбрал Леонид Проходите в комнату Ну и что можно сказать Садись Садись Что скажете Я думаю что Немножко не пара Почему Во-первых Возраст То есть придется Придется скажем так Многое доказывать Показывать И прочее 24 надо доказывать Ну все равно То есть 20 лет Такой возраст И плюс определенный табу Который если они Да То есть это Я думаю не подойдет Мне она понравилась Абсолютно Если она выберет Карьеру дизайнера И художника Это то что Нужно тебе Вот Не модель В общем то Нормально Можно лепить из нее Себе жену Да Леонид Наверное она Все таки еще Домашний птенчик Под кровом Своей мамой Знаете вам что хочу сказать Нелли еще очень молода Она действительно Живет с мамой Она действительно Не знает другой жизни Кроме там Подиума И может быть Каких то съемок Вот в какие руки Она попадет Мужские Так она и будет Формироваться Вот она Уже знаешь как Вот По рисочку Вот уже Следующий этап Ее взросление Может быть Самостоятельным И может быть не туда Но вот сейчас В 20 лет Она на самом деле Готова выйти замуж И тот кто рядом С ней будет Вот как лаком Свою бумагу Вот тут ее так и проявит Конечно Если она Будет еще там Не знаю Колотиться в этом Модельном бизнесе Ничего хорошего Не выйдет Мы все вспоминаем Водянову Ну такая как она Наверное одна Россиянка Вот с таким Огромным сердцем С такой огромной душой Нужно заниматься делом Каким то другим Все до 20 лет Поснималась Попархатит А дальше В семью Из семьи В семью Тогда будет Толк Поэтому я бы Пригляделась Ну знаешь У него есть Одна большая проблема Он пришел И не понял Что он хочет Он ничего не хочет У него есть Жена эта работа Ему ничего не надо Абсолютно не ваш Темперамент Ваша девушка Разговорчивая Общительная Естественно Общительная Живая Легкая По энергетике Другая То есть Просто физически Психологически Темпераментная Не ваша женщина Но при этом Хорошая Достойная девушка Они никого Не выберут Почему Яна и Артем Вы уже можете Кого-то посоветовать Леониду Ну нам Вторая девушка Понравилась Елена Елена Вы что скажете Посоветовались Леонид А ваши впечатления О девушках Ну я буду Откровенен И сверх Искры Чтобы меня Штырьева Вставила Конечно же Не пробежала Но и Мне кажется Судя по моему Жизньопыту Я не такой человек Что она сразу Пробегает Вот так Хорошо Честно Правильно Мне тоже трудно Представить Рядом с вами Одну из девушек Которые были А если он Зайдет В нашу комнату Ты выйдешь Я думаю Да Я думаю Я бы с удовольствием Пообщалась Конечно вам Нужно что-то другое Конечно вам Хочется Чтобы вы с ней Были на одной волне Чтобы вкусы Были похожи Чтобы в компанию Влилась Чтобы была Красивая Но простая В хорошем смысле Попроще Без вот этих Манцев Модельных Спасибо за понимание Роза Молодой вы еще 26 лет Я как Лариса согласна Вот нет девчонки Ни одной здесь вашей Ну я не знаю Может быть с ней Кофейку попить что ли Для начала Ну мне кажется Что меня не выберет А если выберет Пойдешь за ним Выйдешь за ним Да конечно Ну нет Ну не будем Ну как сваха Ну не могу Ничего предложить Жалко мне вас Хорошего Василиса Расстроилась Что вы вынесли Именно такое суждение Потому что мне кажется Редкий случай Когда есть Кого выбрать Елена Это человек Который астрологически Вы могли бы рассмотреть ее Есть пара жизненных факторов Красивая Вашим творчеством Интересуется А сама Выйдешь к нему Если он зайдет сюда Конечно выйду Это же моя мечта И она с точки зрения Темперамента Девушка Которая подошла бы вам Наибольше Из всех троих Поэтому Елена Слушайте Ну и свое сердце Тоже слушайте Поэтому проходите Куда Куда нас Зовет А мы вас поддержим В любом случае Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте СМС их номером По телефону Четыре четверки Даниэла 21 год Номер 1832 Студентка Престижного Московского Вуза Ищет еврея Вместе с которым Уедет на ПМЖ Во Францию Арман 28 лет Номер 1833 Режиссер На телевидении Ищет загадочную И скромную девушку С высшим образованием И красивыми глазами Мы не знаем Водит Леонид Один Или с избранницей Я приглашаю всех Выходите Давайте его поддержим Ничего себе Здравствуйте Спасибо за машинку Спасибо за концерт У нас есть пара Леонид и Елена Если вы хотите оказаться На месте наших героев Заполняйте анкету На сайте Первого канала Я Лариса Бузеева Желаю Чтобы любимый человек Обязательно Сказал вам Давай поженимся Спасибо Удачи Спасибо Люби меня Как лучик света Как ангела Как небо Как звезду Ара, ты что, кайфуешь Прямо сразу переедем к вам Как вы на это посмотрите Я согласен Мы даже на макароны согласны Представляешь, какое количество семей Расталось Из-за споров Целлофани варить Или без целлофана Ну и вы Он меня по спинке так поглажет Я обожаю Я по привычке Вам нравится что ли? Очень Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин